Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей ежедневной рубрике «Тема дня». И сегодня я расскажу вам о легенде советского кино Евгении Леонове. Его любили зрители все без единого исключения. Стоило только увидеть добродушие на его лице или услышать неповторимый тембр голоса Евгения Леонова, как все расплывались в улыбке. Звездный час актера Евгения Леонова наступил в 61 году, когда он снялся в картине «Полосатый рейс». Родился Евгений Леонов 2 сентября 26 года в Москве. Отец Павел Леонов работал конструктором на авиазаводе. Мама Анна Леонова занималась домом и детьми, создавая атмосферу тепла и уюта. Женя имел за плечами семь классов, когда грянула Великая Отечественная война. Осенью 41-го Евгений Леонов стал студентом авиационного техникума имени Арджиникидзе, но диплом так и не получил. Он всерьез увлекся художественной самодеятельностью и бросил техникум на третьем курсе. Образование его наше продолжил уже в столице, в московской экспериментальной театральной студии. Его наставником стал Ростислав Захаров, балетмейстер из Большого театра. Леонов был очень старательным студентом. Учиться было не очень легко, но ему нравилось постигать все премудрости актерского мастерства. Он приходил на занятия раньше всех к восьми часам и покидал студию глубокой ночью. После окончания студии Леонова взяли в труппу Московского театра Дзержинского района. С каждым годом его театральные персонажи становились более заметными, но до настоящей славы было еще далеко. Леонов был настоящим трудоголиком, страстно преданным профессии. Актер не пропускал ни одного спектакля, даже если был сильно болен. Его не могли остановить даже высокой температурой или воспаление легких. Но это все равно вызывало недовольство под рука Гончаро, потому что Леонов зачастую пропадал на съемочной площадке очередного фильма. В 1988 году в Германии во время гастрольного тура Ленкома у актера наступила клиническая смерть. Он выходил на сцену постановки «Диктатура совести» в образе подсудимого, и спустя три дня у него случилась остановка сердца. А спустя шесть месяцев после операции и клинической смерти он же вновь блистал на сцене постановки «Поминальная молитва», в которой сыграл центрального персонажа Те Молочника. С этой пьесы Леонов выходил на сцену на протяжении шести лет. Первый раз Евгений Леонов оказался на съемочной площадке в 1947 году, но это была такая незначительная роль, что ее помнил разве что сам актер. После этого была целая череда таких же незначительных эпизодов, пока в 1949 он не получил роль в лентах «Карандаш на льду» и «Счастливый рейс». Хоть в этих картинах его образы были тоже эпизодическими, но уже были более заметными, чем первые его работы. Настоящий успех пришел к артисту только в 1961 году, когда он снялся в картине «Фолосатый рейс». Наконец-то актер узнал, что такое настоящий успех и любовь зрителей. Леонов стал невероятно популярным и востребованным, но он не хотел стать заложником комедийных образов, поэтому принял предложение Владимира Фетина и снялся в его ленте «Донская повесть», где перевоплотился в Якова Шибау, кодонского казака. Евгений Леонов впоследствии сотрудничал с разными светскими режиссерами. Его снимали Георгий Данелия, Виктор Мерешко, Петр Тодоровский, Эльдар Рязанов. В 1969 году артист попробовал себя в озвучивании мультфильма. С тех самых пор Винни-Пух произносит свои речи голосом великого актера. В компании Анатолия Попанова, Алексея Глазырина и Всеволода Сафонова Леонов снялся в ленте «Белорусский вокзал». Эта картина была отмечена специальным призом в фестивале в Карловых Варах. Затем в фильмографии артист пополняется картинами «Афоня», «Большая перемена», «Старший сын». В 1978-м Евгений Леонов перевоплотился в короля из картины «Обыкновенное чудо». Эта роль стала вызовом в его профессиональном мастерству, ведь ранее короля запомнили в исполнении Эраста Гаррина. Его король был трогательным и пронзительным. Он так, естественно, изобразил отца-принцессы, роль которой сыграла Евгения Симонова. Что зрители увидели в нем его настоящего отца. В 1980-е годы были очень насыщенными в творчестве актера Леонова. Георгий Данелия начал съемки своего шедевра под названием «Кинзадза», которые приходили в настоящей Каракубской пустыне. Процесс был сложным и напряженным. Актеры измотались от напряжения жары, все перессорились друг с другом. Данелия просто недоумевала, как он мог вывести из равновесия самого Леонова, который был абсолютно неконфликтным человеком, не выступающим в какие разборки. В 1978-м году Евгений Леонов стал народным артистом СССР. Присутствовавшие на заседании члены комиссии задавали себе вопрос, почему с награждением тянули так долго, и не находили на него ответ. В то же время Евгения Леонова знали и любили все зрители огромной страны. Евгения Леонова не стала 29 января 1994 года. Смерть была внезапно и мгновенной. У актера просто оторвался тромб, когда он спешил в театр. В этот раз постановку поминальной молитвы прошлось отменить. Зрителям сказали, что спектакля не будет, потому что Леонов умер. Ни один из пришедших поклонников артиста не побежал в кассу сдавать билет. Люди молча стояли у здания театра, держа в руках зажига свечи. Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. Смотрите нашу ежедневную рубрику «Тема дня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова